Есть некоторые очень важные параметры бизнесов, когда вы начинаете их искать и тому подобное. Я хотел бы их вам показать и объяснить. Ну, собственно, первое, я уже сказал, что процент бизнесов, которые выходят на самоокупаемость, это 1 к 4. Поэтому часто вы будете искать и тестировать именно где-то 4 ниши. Обычно либо они разные, либо смежные, но выстреливают чаще всего одна, если вы с правильной точки зрения подходите к поиску этих ниш. Проблема в том, что, во-первых, немногие люди доходят до того, что надо открыть 4 бизнеса. Многие начинают и спотыкаются на первом бизнесе. Повторюсь, либо вкладывают большие деньги, либо вкладывают много времени и усилий на бизнес, который не принесет результата. Либо, вот самое, наверное, противное, когда вы создали бизнес, он работает, и он работает либо в ноль, либо работает с какой-то очень маленькой маржинальностью. Здесь вы вообще начинаете просто беситься. Здесь же нужно понять, что действительно на миллион, на прибыль, выходит в среднем 1 из 200. Мы вот так прикинули и посчитали, что в действительности на 1 миллион прибыли чистой, чистой – это те деньги, которые можно вывести на партнера. Это один из 200 бизнесов. Не больше, не меньше. Кто-то, бывает, 10 бизнесов держит по, не знаю, по 100 тысяч и получает миллион. Ну, обычно такие, это совсем сумасшедшие городские. Здесь другая история. Все-таки именно бизнес один, монолитный, который приносит в среднем миллион прибыли в карман, это один из 200. Это грустно, это обидно, но так и есть. Я могу сразу сказать, я открывал большое количество бизнесов не только для партнеров, не только для своих учеников, а чисто для себя. Я могу сразу сказать, что далеко не все даже мои бизнесы выходили на миллион прибыли. Потому что в некоторых случаях, чтобы получить миллион прибыли, нужно либо большое количество в рекламу денег вложить, ну, например, чтобы получить миллион, надо вложить 800 тысяч или 600 тысяч. Это катастрофически много. Либо надо потратить очень много времени. И некоторые люди не готовы вкладывать столько времени. Есть компании, которые, не забывайте, существуют 10 лет. И у них больше миллиона прибыли приходит. Все благодаря тому, что они за 10 лет много чего внедрили. То, что вы не можете внедрить за 1-2 дня. Никогда. За неделю, за год. Потому что прошло 10 лет. Естественно, за 10 лет много что меняется. И их тактики тоже устаревают. Но все-таки. Просто знайте эту статистику. Это показатель того, что нельзя сдаваться на первом бизнесе. Надо пробовать больше, чем 1 явно. 4, 5, 6, 10. Я могу сразу сказать, что мне повезло. Когда я создавал свой первый бизнес, наверное, я об этом не задумывался. Но он у меня плюс сработал. Но это был 2011 год. 6 лет назад. 6 лет назад. Какой я старый. Вот. Потом я создавал бизнесы. Несколько бизнесов не зашло. Вообще не запустилось. В минус. И еще 2 бизнеса. Это интернет-магазин. У меня был тогда корейской косметики. И был еще интернет-магазин с тренажеров. Они запустились. Они работали. Интернет-магазин с спортивным питанием. Например, это был 2012 год. Он не зашел. При условии, что в 2012 году, например, та же самая контекстная реклама, которую я пользовался, она была пустой. То есть там можно было делать что угодно. Хоть на голове стоять. Заявки там просто копеечные выходили. Занимайся чем хочешь. Просто конкуренции не было. Ну вот и все. То есть даже тогда у меня получалось, ну не 1 к 4 было, получалось чуть лучше. Про аналитику ниш. Как раз, раз уж спрашивал еще раз, по-моему, Сергей спрашивал, оба Сергея спрашивали, я еще раз объясню. Ну, важно, чтобы, во-первых, выбирать услуги, вот как раз, как здесь в этом списочке, хорошо, понятно. Те услуги, в которых есть большая маржинальность. Вот, например, ниши, которые помечены стрелочкой, где большая маржа, это чаще всего как раз услуги. Сап-ЕРП-система услуга. Запчасти для спецтехники. Ну, здесь скорее оптовые продажи. Да и то сейчас, вот на данный момент, я бы даже не сказал, что запчасти для спецтехники – это идеальный случай, потому что сейчас, например, ну сейчас доллар-евро упал, но, например, ниша запчасти для спецтехники, в ней, во всяком случае, главная проблема – то, что там все привязано к доллару-евро. Если он очень сильно дорожает, то, естественно, никто запчасти не покупает. Если дешевеет, то, ну, в общем, вы понимаете. При этом я не рекомендую те ниши, в которых очень маленькая маржа, но при этом даже большое количество и клиентов, и конкурентов, потому что те же самые натяжные потолки, там можно просто повеситься. Естественно, сколько нужно сделать натяжных потолков, чтобы заработать миллион. Если прибыль с потолка в среднем, ну, в лучшем случае даже, 5000 рублей, да, то надо миллион разделить на 5000, надо было просто нулей. То есть надо сделать 200 натяжных потолков. Если вы хотите месяц зарабатывать миллион, то 200 натяжных потолков. 6 потолков в день. Человек может сделать, наверное, два потолка. Ну, вот, мужик, который выезжает. Это надо трех по-любому человек держать постоянно на готове. Короче, и сколько надо денег еще потратить на рекламу? Сумасшедшие деньги. Слишком много геморроя. Намного проще выбирать те ниши, в которых средние чеки больше. Свадьбы под ключ, септики, окна. Вот даже в окнах, в ворота. Там кто-то спрашивал на тему сейчас заборов. Сейчас зачитаю даже, где тут было такое. Эх, 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 эх. Сейчас, секундочку. Пролеснул где-то я. Пролеснул. В общем, там что-то было про заборы, ворота. А, вот-вот-вот, дома, бани, каркасные дома, кстати, тоже 50 на 50. Какие-нибудь там бани, тоже бани разные бывают. Септики, заборы и тому подобное. В них есть услуга, которая приносит дополнительные деньги. То есть, вы можете делать на оценку очень хорошую. Просто за счет, во-первых, до продаж. Во-вторых, именно той самой услуги. Все шикарно. В окнах то же самое. Есть дополнительные продажи, которые вполне можно делать. Во-первых, это откосы, которые тоже люди делают. Это те же самые остекления всяких разных балконов. Еще что-то. Чаще всего все равно люди приезжают, смотрят, что еще можно сделать. Ну, естественно, на каких-то мелких заказах, только на установке. И опять же, окна – это тоже тема, которую максимально надо, естественно, искать хороший большой процент. Но есть ребята, у меня есть ребята. Ну, я сейчас уже практически не занимаюсь оконным бизнесом. Раньше занимался. Вот. И я вам могу честно сказать, когда мы начинали с моим партнером в оконном бизнесе, я начинал там. Можете удивляться. В 2012 году мы запускали. В 2013 уже даже году получилось. Это в начале. То есть, зимой. Главная, наверное, проблема была в том, что мы искали такую компанию, точнее, такого производителя, который даст хороший процент. Мы его нашли и начали с ним более-менее как-то работать. Там вложение в рекламу относительно, во-первых, быстро окупается. Во-вторых, они должны быть небольшие. То есть, мы вкладывали на пару с моим партнером по 50 тысяч. То есть, у нас была сотка в рекламу. И мы его вынимали на каждого по 100-150 тысяч. Это хороший, я считаю. На тот момент был бизнес. Сейчас, естественно, отчасти просто больше стало конкурентов. Но ничего не поменялось, я считаю. Потому что до последнего 2016 года я, по сути, занимался этой нишей. Потом я просто продал долю. И все. Мне было уже на тот момент окнами неинтересно заниматься никаким раком. У меня другие были проекты, более интересные. То же самое интересные ниши, в которых очень мало клиентов и конкурентов. То есть, обычно и мало и клиентов, и конкурентов. Это какие-то узкоспециализированные ниши, прокладка оптоволоконных кабелей. Кабелей. Кабелей, извините. Кабелей. Какие-то редкие IT-технологии, еще что-то. На удивление, можно заработать очень хорошие деньги. И даже на процентах. Можно получать 500 тысяч спокойно с продажи единиц чего-либо. В SAP ERP-системах, если это крупная продажа. В оптоволокне. Потому что там километр стоит по-разному. По-разному. По-моему, от 300 до 800 тысяч. Я сейчас точно не скажу. Но тоже примерно хорошие деньги. Какие-нибудь там отопления под ключ дома. Ну, я почему очень люблю строительные тематики. Там есть хорошие, большие, средние чеки. Они очень узкоспециализированные. Очень часто. Какие-нибудь там проектирования редкие. Ну, с проектированием тяжело. Потому что там действительно все демпингуют. А вот с услугами там интереснее. Услугами по строительству. То есть, либо с проектированием в комплекте. Но не чистое. Голое проектирование. Вот. И самое интересное, что в этих нишах обычно во всех бизнес-инкубаторах есть самые крутые результаты. Если вы откроете любые кейсы любого бизнес-инкубатора, увидите как раз там чаще всего ниши, в которых вы не подумали бы, что можно сделать какие-то деньги. Либо вы никогда даже не слышали о таких нишах. И что в них можно хоть как-то запартнериться. Так. Про трафик и оборотку. Вкратце. Здесь важный момент, что у вас должны быть на каком-то этапе. Сейчас тут покажу. Должна быть у меня картиночка. Сейчас. 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 Секундочку. Вот. Наверное. Где-то она должна быть повыше. Эх. Куда-то пролеснул. Либо она не в этом. Черт подери. Картинку потерял. Ну ладно. Тогда обратно верну эту. В общем. У нас есть воронка продаж. И чаще всего воронка продаж. Бывает разноуровневая. То есть обычно мы делим только на четыре части. Но все-таки срезы бывают, например, внутри работы с клиентом. Почему? Потому что, во-первых, есть люди и... Точнее, есть ниши, в которых люди оставляют предоплаты. Есть ниши, в которых люди не оставляют предоплаты. Есть ниши, в которых по времени достижение первых денег, например, предоплата, проходит от работы с клиентом. Не знаю. Начало работы с клиентом. То есть заявка приходит в среднем два дня. А бывает нужно полгода. А предоплату иногда можно получить или через два дня, или через полгода. Ну вот, например, у нас тоже приходил Костя. Он занимался деревообрабатывающими станками дорогими. Не дешевыми, а дорогими. И у него до момента предоплаты в среднем проходит три месяца. Три месяца. Это очень долго. То есть у него собирается база из 200-300 человек. И вот он ждет, когда первый какой-нибудь из этих людей закроется на предоплату. Ну, правда, там предоплата 70% по сути продажи. Вполне. Но, естественно, такую нишу тоже брать изначально очень тяжело, потому что он вкладывает, например, 100 тысяч в рекламу ежемесячно. И он ждет, когда из этих 200 заявок хоть одна закроется, чтобы обратно вкинуть в рекламу. Вот чтобы такого не было, всегда ищите нишу, в которой есть, во-первых, предоплаты и ваш процент с предоплаты. Может быть, даже 100% предоплата вам идет. Ну, то есть если это 5-6, там, не знаю, 7% от общей стоимости, просите предоплату себе, чтобы в рекламу вкладывать, конечно же. Либо сразу говорить, давайте вкладывать 50 на 50, но тогда предоплату полностью вбахивать в рекламу. И чтобы по времени вложения в рекламу и прибыль не переходили в какие-то долгие сроки. Вот 3 недели, 4 недели, пожалуйста. Ремонт квартир, кстати, в том числе. Ремонт квартир, по-хорошему, люди могут думать долго, действительно. Но если при оптимальных всех моментах, вы можете получить деньги через 3 недели у человека. Ну, хотя бы на 50-70% через 3 недели. Это хорошо. Если вы получаете 50-70%, вы можете их потратить обратно в рекламу, по сути. В стройке, в кабелях и так далее есть неприятные обстоятельства, как срок сделки. Есть. Поэтому я про это и говорю. Вот. Сейчас, по сути, у вас на экранах как раз то самое, о чем я говорил. Давайте сейчас прочитаю быстренько комменты. Что, если упаковывать профессиональных спортсменов, которые проводят индивидуальные занятия, например, инструкторов по самообороне, джиу-джитсу? У нас, кстати, есть чувак, который запаковывал такую девушку в Инстаграме и, в принципе, получал результат. Но чаще всего это не работает. Сколько стоит свадьба холид? Зависит от региона. О, спасибо, Саша. Саша сразу написал в тот же момент. Как я сказал. Ниша услуг с малым стартовым бюджетом на рекламу 5-10 тысяч. Это вообще реально или сразу искать партнера с рекламным бюджетом? Лучше искать партнера с рекламным бюджетом. Потому что если у вас нет опыта, а если у вас нет опыта обычно и нет денег, то вы просто их просрете. Можно ли в одной нише создать несколько лендингов и собирать с них трафик лидов в контекстной рекламы? Видимо, с контекстной рекламы может быть. Например, по окнам. Конечно, создать под разными компаниями другие номера телефонов или тупая идея. Просто заявка у тебя подорожает и все. Количество лидов от этого не увеличится. Ну, в большинстве случаев, опять же. Установка всякие разные двери. Это вот эта тема, господа. Вот эту. Кстати, нет. Тут тоже стоит разделить, потому что к нам недавно пришла компания по дверям. Мы сейчас ей делаем, по-моему, директ, если я не ошибаюсь. Здесь стоит момент один очень важный понять, что ниши бывают разные. Например, двери могут быть ширпотребные, дешевые, а бывают двери дорогие на заказ. Конечно, людей, которые покупают эти двери, их мало. Но прибыль с этих дверей намного выше. Например, когда я услышал, что с одной двери 15 тысяч прибыль, я что-то сначала, у меня глаз задергался, потому что я по телефону на эту тему разговаривал. Потому что обычно прибыль с одной двери 2-3 тысячи. Естественно, там в рекламе не протолкнуться. Элитные двери, конечно, вы там же будете рекламироваться. Понятное дело, тоже в рекламе не протолкнуться. Но при этом вы можете выше висеть и получать больше трафика. Ну и плюс вы можете его таргетировать, естественно, каким-то образом в объявлениях или другим таргетингом в контексте, например. И делать так, чтобы у вас, по сути, так как маржа больше, вы можете потратить и на одного клиента, стоимость одного клиента больше, нежели чем в обычных дверях. Вот обычные двери, они относятся к номеру 2. А вот эти элитные двери, они относятся к номеру 3. Вот, пожалуйста. При поиске партнера эффективнее сразу звонить или e-mail рассылка по партнерам окей? Нет, надо сразу звонить, конечно. Никакие не e-mail, надо знакомиться лично. Как вы собираетесь по e-mail, это все забудьте вообще. Если партнер уникальный, например, керамическая посуда, стоит ли с ним работать? Никогда не работал. Если что-то уникальное, обычно сразу отказываюсь, потому что, по сути, тогда вы занимаетесь продвижением одного человека. Тогда лучше берите сразу деньги с него. Потому что потом, вот, у вас есть уникальное торговое предложение. Вот, вы ему все сделали. На кой вы хрен ему нужны? Потому что вы никуда не уйдете с этим предложением. Он его себе забирает и все. На хрен вы кому сдались? Вам надо делать унифицированное торговое предложение, которое можно переводить одного партнера к другому партнеру и так далее. Продажа сейфов, как ниша, ужасная ниша. У меня есть друг. Он, кстати, обычно смотрит мои вебинары. Привет тебе. Сегодня только его вспоминал. Это очень сложная ниша, в которой наценка всего лишь 30%. И как раз его маржа в среднем вот здесь находится. В минимальном количестве. Клиентов и конкурентов огромное количество. Для того, чтобы заработать 300 тысяч рублей чистыми, ему надо потратить 300-400 тысяч в контекстную рекламу. При этом у него очень крутой магазин. Топ-1 практически. Все такое. Но, увы. Окей. Там еще были вопросы. Давайте я сейчас быстренько пройдусь. Чтобы я быстренько дал какой-то темп хороший. Я смотрю, время не так сильно. Потратил. Просто были интересные вопросы. Чтобы я в том числе на них ответил. Вот про CRM. Так, так, так. Про минимальные вложения. Я уже сказал и ответил. В принципе, ищите просто партнер. Инвестора найдите. Можно найти инвестора. Если вы хреновый, как говорится, хреновый специалист, ищите себе партнера предпринимателя. Если вы специалист и нашли такого же хренового себе в партнеры предпринимателя, у которого нет денег, ищите себе инвестора. Инвестора. Компанирует свой товар, и он никому на хрен не нужен. Забудьте об этом. Сколько людей таких. Каждый месяц приходят. Каждый месяц ко мне приходят. Говорят, что у них есть уникальный какая-нибудь фигня под Яндекс Директ или Гугл Эдворд. Забудьте вы об этом. У вас ничего уникального нет. Я могу показать компании, у которых действительно уникальный продукт. К-50, например. Так они и берут столько денег, что просто жесть за свой продукт. А ваш продукт на хрен никому не сдался. А нет. Больше всех берут, конечно же, Яндекс Директ и Гугл Эдвордс. А вы никому не сдались. Придумайте свой Яндекс Директ и Гугл Эдвордс уж тогда. Это более толковая идея. Конечно, это очень сложно. Блин, два раза по ходу дела. Чувак писал или несколько раз. Текс. Окей. Окей, окей. Все. Ладно, тогда пойдем дальше. С вашего позволения. Как дозвониться до потенциального партнера, если через телефон на сайте? Да. Назначайте встречу. Объясняйте, что хочу работать, приводить вам клиентов. Я вообще не понимаю, в чем сложность работать с теми или иными партнерами. Потому что, когда вы им скажете, здравствуйте, у меня есть клиенты. Я хочу вам их отдать под какой-то процент. Хочу его обсудить. Да любой в здравом уме человек с вами встретится. О, я ответил и Сергею, и Игорю сразу. Два раза причем ответил. Так, как с вашей точки зрения, ниши станции водоочистки дорогие для коттеджей, производств медицинских. Для производства, там производственные, это очень дорогие. Ну, мы сегодня, кстати, на эту тему обсуждали. В водоочистке для коттеджей и для производств абсолютно разные станции. И ценники на них, потому что для физиков, для юриков абсолютно разные ниши. Для коттеджей и станции водоочистки стоят 300-500 тысяч, а для производств 3-5 миллионов. Разница катастрофическая просто, не знаю. Так, так, так. Окей. Давайте тогда продолжим, чтобы особо сильно не затягивать. Я хотел еще порассказать немножко несколько важных вещей, которые я лично хотел бы с вами поделиться. Но я постараюсь еще в конце поотвечать на вопросы. Приходите на наставничество, конечно же. А, да, конечно. То Миша же потом мне скажет. Вот, честно, делаю специально. Миша, все для тебя. Все для тебя. Не забудьте для тех, кто пришел. У нас есть собеседование на наставничество. У нас через 4 недели стартует наставничество. Сейчас идет активное собеседование на наставничество. Запишитесь на собеседование. Есть предоплата. Но предоплата возвращается, если вы или мы, или еще кто-то решит, что вам наставничество не подходит. Вот специально отклоняюсь, чтобы вы видели, что там написано. Просто запишитесь, и я постараюсь вам помочь. Рассказать, объяснить, ваша тема подходит, не подходит. Как записаться? Для этого есть кнопочка у нас. Вот здесь собеседование на наставничество. Вот осталось 7 мест у нас на наставничество само. Есть онлайн, офлайн варианты. Вам может все Миша рассказать. Миша может в чат, в принципе, сейчас как раз напишет. Вы можете ему в личку позадавать все вопросы. Продолжение следует...